Товарооборот Беларуси и России за пять месяцев превысил 18 миллиардов долларов. Рост взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – порядка 14%. Это стало возможным благодаря углублению кооперации и отсутствию таможенных барьеров. К слову, наша страна поставляет продукции больше, чем импортирует из соседнего государства. Самолеты из столицы могут начать летать на Кубу. Вопрос прорабатывается. Кроме того, Национальный аэропорт Минск постоянно ведет работу по организации новых рейсов. В этом году, например, открылись полеты в Нижний Новгород, Пермь, Калугу, Череповец. Перевозчик активно сотрудничает не только с Россией, но и с компаниями из Вьетнама и Таиланда. Белорусские медики освоили передовую технологию предотвращения внезапной сердечной смерти, которая может случиться во время операции. Речь идет об имплантации полностью подкожной системы специального дефибриллятора. Кардиологи успешно провели эту уникальную процедуру. Пациент восстанавливается под присмотром специалистов. В Республике с начала года задержали 27 нелегальных обменщиков криптовалюты. Мошенники незаконным способом заработали порядка 22 миллионов рублей. Их услугами активно пользуются аферисты для обналичивания и конвертации похищенных денег. Перечисляют средства организаторам или участникам преступных схем. В Бобруйске 7 июля с 10 утра до полудня пройдет электронная ярмарка вакансий. Соискатели, в том числе и молодежь, смогут ознакомиться с актуальными предложениями работодателей, предоставить свое резюме и получить консультации по интересующим вопросам. Вся информация на платформе службы занятости. Субтитры создавал DimaTorzok